Ну и неженка! Увидела царапину и сразу упала в обморок. Что же мне с ней делать? Может, надавать пощечин? От этого она точно придёт в себя. Вот только разозлится, как гарпия, скажет, что я ей макияж испортила. Альберт, а что с Флекс? У неё было серьёзное отравление, но я успела сделать противоядие, так что теперь всё в порядке. Ты только не волнуйся, а то опять в обморок хлопнешься. Прекрасная блонди, леди Ева права. Отдыхайте и ничего не бойтесь. Принц Альберт защитит вас от опасности. Кстати, а где ваш веер? Я мог бы вас им обмахивать. Движение воздуха очень полезно для здоровья. У меня нет веера, но всё равно спасибо. Флекс, какая ты молочина! Представляете, пока я была в шатре Эсмеральды, прилетела огромная стая гарпий, и Флекс их всех победила. Но откуда они взялись? И почему напали на нас? Блонди, это же элементарно! По приказу магов Марра! Мне интересно другое. Откуда они всё время узнают, где мы? Ох, где же Фарун? Он бы помог нам во всём разобраться. Учитель сказал, что должен разузнать планы Марра, и запретил нам покидать школу. Я никак не могу связаться с ним. Странно. Блонди, а ты узнала что-нибудь про врата? Ну да. Эсмеральда дала мне три карты — солнце, звезду и луну, и сказала, что каждую нужно использовать в своём месте. Когда я спросила, где находятся эти места, она ответила загадкой. Что за загадка? Повтори точно, слово в слово. Сейчас. Кажется так. Звезда там, где звёзд на небо сияет. Луна в подземелье тебя поджидает. А солнце, где время по кругу идёт, и солнечный свет за собою ведёт. Да, всё очень расплывчато. Подожди-ка. Перед уходом Фарон листал старые книги, и у него появились идеи, где искать врата. Он отметил на карте несколько мест и сохранил её в информатуре. Если мы заглянем в эту карту, то обязательно решим загадку. Информатурий, покажи мне, пожалуйста, карту, которую составил Фарон. Доступ запрещен. Извини, Ева, но у меня чёткие инструкции. Что? Фарон не хочет, чтобы мы нашли врата? Боюсь, что так. Вся информация о вратах закрыта. Это для вашей же безопасности. Что же делать? Упрашивать бесполезно. Это же компьютер, его не разжалобишь. Может быть, использовать логику? Информатурий. Так ты заботишься о нашей безопасности? Да, это моя основная функция. Нам нужно вернуть Альберта в его время? Конечно. Нарушение временной непрерывности – это очень серьёзно. Даже я не могу просчитать всевозможные негативные последствия. Вот видишь, Альберта надо как можно скорее отправить домой, а Фарон задерживается. Времени всё меньше и меньше. Информатурий, ты же умный. Скажи, что нам делать? Ну, если тебе интересно моё профессиональное мнение, есть только два пути, которые могут привести к успеху с вероятностью отличной от нуля. То есть, эти варианты небезнадёжны с математической точки зрения. Ты понимаешь, о чём я? Да-да. Так что это за варианты? Первый – найти врата и открыть их. Второй – отправиться к Марро и заставить Заргу вернуть Альберта назад в его время. Ага. А если мы отправимся к Марро, это будет очень опасно? Подожди немного, я анализирую данные. Да, по моим расчётам, второй вариант опаснее в 123,18 раза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!